Итак, мы продолжаем изучать пертей, а вот, поучения отцов, и сегодня мы находимся в Мишне номер 13. Мишна номер 13, ее сказал Гелель. То есть идет, начиная с 12-й Мишны, высказывание Гелеля, великий мудрец, который возглавлял юридский народ в одно время с Шамаем, да? И как было дело? Значит, в той Мишне предыдущей он сказал, что дал такое нам как наставление, совет, чтобы мы были как ученики Арона, любили мир, стремились к миру, любили создание и приближали их в Торию. Теперь дальше он говорит, почему-то на арамейском, вот я не помню, почему именно следующее Мишну, он сказал не на иврите, а на арамейском языке. На арамейском языке написана, например, книга Зоар, и Вавилонский Талмуд, и сам Елель, он перешел из Вавилона, и, возможно, поэтому он сказал, именно следующее Мишну на Вавилонском, но непонятно почему, потому что и до этого, и после этого он говорил на святом языке, на Алашон-Акодеш, на иврите, похоже на современный иврит. Ну ладно, это я не знаю, ответ надо изучить. Значит, вот запишите, можно найти ответ на этот вопрос где-то у комментаторов. Но он сказал следующую вещь. Значит, переводим на иврит, это значит, что тот, кто надит, это тянется за именем, он теряет имя. Сейчас мы узнаем, что он имел в виду. Удело-Мосиф-Ясеф, и тот, кто не добавляет, у того закончится. Удело-Ялев-Ктала-Хаяф, и тот, кто не учится, или не обучает, есть разные мнения, он присужден к смерти, присуждает себя к смерти. Уде-Иштамеш-Бетага-Халав, и тот, кто пользуется короной, он уйдет, исчезнет, исчезнет. Да, давайте разберемся, что это значит. Значит, ну, естественно, что он обращался к тем, которые должны приближать к Торе, потому что предыдущая Мишна, он закончил на том, что приближайте к Торе, и он продолжает эту же линию, то есть нельзя рассматривать Мишна, это отдельно друг от друга. То есть, если это сказал один и тот же человек подряд, значит, это можно было бы вообще писать, как бы через запятую. И он сказал, значит, тем, кто должны приближать к Торе, тем, кто учените Арона, он сказал, если вы будете тянуться за именем, потеряете имя. Что имеется в виду? Значит, вот человек начинает учиться, и он, Рамбам говорит, ребенок, когда начинает учиться, он не понимает, зачем ему Тора. Ему надо дать конфеты, чтобы он учился за конфеты. Подросток, он за одежду. Уже когда он стал юноша, ну, мужчина уже такой, да, он тянется за величием, за славой, как раз вот за этим именем. Да, и уже потом только, когда он стал пасти к Тору, он понимает, что все это было незачем, а надо только служить Богу. И даже, как антигнаш сказал Ишесохо, что нужно служить, не ожидая награды. То есть просто... Но здесь он предостерегает. На каком-то из отрывков пути, когда ты уже можешь приближать к Торе, ты можешь зазнаться, сказать, я такой крутой, я знаю Тору, я знаю, что Бог сотворил мир, а все вокруг вообще эти бреют, вообще черти, ну, идолопоклонники, они вообще, ну, верят в какую-то хрень, тот в коммунизм, тот в моду, тот верит в высшее образование. Знаете, есть люди, верят в высшее образование. Они считают так, без бумажки ты букашка. Они прям так и говорят, без бумажки ты, ну, то есть человек букашка, а с бумажкой человек. Значит, они верят, что бумажка делают из букашки человека. И таких людей очень много. Значит, и тут человек начинает учить Тору. Ему открывается, что оказывается вообще, сколько-то же человека, 70-80 лет, потом он умирает. Как бы он ни стремился там обезопасить себя, ничего он обезопасить себя не может, Бог управляет миром. Люди рождаются, умирают вот так вот в 3 секунды. Был человек, нет человека. И поэтому очень легко в этот момент зазнаться, когда ты говоришь, опа, я знаю истину, а все вокруг черти. Но он нам говорит, как только ты начинаешь гнаться за именем, ты можешь потерять имя. То есть ты можешь, есть такое выражение в Торе, тот, кто гонится за кого-то, тот, кто гонится за почетом, почет от него убегает. И тот, кто убегает от почета, почет идет за ним. То есть это, начинают действовать законы. В принципе, человек, который стремится очень сильно, чтобы его почитали, он смешной, он смешной, потому что как, вот, уважайте меня, я должен там, я самый крутой. Все дает Бог. Это понятно. То есть было, ну как, вы знаете, например, кто сейчас помнит чемпионов мира, или олимпийских чемпионов, которые были 50 лет назад, хоть одну фамилию назовите, нету, никто не помнит. То есть они 50 лет назад, казалось, герои, мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена. Какие имена? 50 лет прошло, никто никого не помнит, забыли, все. А было их на каждой олимпиаде, там, по тысяче чемпионов олимпийских, никто не помнит. Значит, нас предупреждал Елель, тот, кто гонится за именем, потеряет имя. Второе значение этого. Он говорит, что это как бы в негатив идет, да, то есть если ты будешь жена за почетом, потеряешь имя, тебя не будут наоборот уважать. Второе значение дают так, что когда человек, написано в Каэлите, тоф шем, ми шем ин тоф, в йом амавет, ми йом и валдо. Лучшее имя, чем масло хорошее, масло помазания, и день смерти лучше, чем день рождения. То есть имя, хорошее имя для человека, оно остается с ним. Добрая память, когда упоминают какого-то праведника, как говорят, зихрано цедих левраха, память праведника, она для благословения, да. Так, здесь написано так, что для того, чтобы получить следующее имя, нужно потерять предыдущее. То есть человек, он находится все время в такой виртуальной реальности, что он думает о себе, и что о нем думают люди. И каждый новый статус, изменение имени, изменение самовосприятия, оно влечет за собой потерю предыдущего. То есть для того, кто тянется за новым именем, тот, кто тянется за новым статусом, он должен знать, что он потеряет старое имя и старый статус. И, ну, это как бы так оно работает. Когда Бог сказал Аврааму, «Лех леха мяр цеха, иди себе из твоей земли, из города твоего, из дома отца твоего», он ему сказал, что тебе придется выйти из обычаев твоего места, из обычаев твоего города, из обычаев дома отца твоего. Только тогда ты сможешь прийти к состоянию близости к Богу. То есть, когда ты освободишься от всех этих шаблонов, которых ты запакован, как луковица. Вот здесь, Гилель об этом говорит. И в хорошую, в плохую сторону оно работает. Теперь, Уделомо сиф ясеф. Тот, кто не добавляет, у того закончится. Значит, тот, кто не добавляет, у того закончится, имеется в виду, что? Садись, Яшка. Имеется в виду, что? Значит, имеется в виду, что в духовном росте... Вот насчет статуса. Да. Человек полностью сам меняется или меняется в глазах других? И так, и так. То есть, у него, у одного человека вначале должны мне сказать, что я хорош, чтобы я в это поверил. У другого человека я должен сам поверить, и тогда другие тоже поверят. То есть, большинство людей, они завязаны на внешнюю оценку, а меньшинство людей, они, это называется, проактивны. Он завязан на свою внутреннюю оценку. Да? Это правильнее, да? Это правильнее, потому что зависимость от общественного мнения, она, она, опять же, зависит от какого общества. Потому что, тот же Илель дальше сказал, «Альтифрошмина цибур, не отдаляйся от общества, и не верь в себя до дня твоей смерти». То есть, он, Тора, нам описывает множество законов и таких, как векторов сил, которые действуют в душе человека и в мире. То есть, не одно, и бывает, что эти векторы прямо противоположные. но сейчас он нам говорит, первое, тот, кто гонится за именем, потеряет имя. Не гонит за именем, гонит за реальными какими-то достижениями. Второе, он говорит, «Одло мусив ясэф», тот, кто не добавляет, у того закончится. То есть, в духовном росте, в изучении Торы и даже в спорте действует закон, что если ты не добавляешь каждый день к своим тренировкам, к достижениям, то ты потеряешь то, что есть. То есть, есть или процесс роста, или процесс деградации, или процесс энтропии, как сказать, распада, или процесс, наоборот, соединения. То есть, не бывает в природе, в мире, нет точки равновесия. Человек на секунду за баланс, и дальше у него обязательно идет куда-то движение. И мир так устроен, что он как бы, особенно вот духовный рост, он вот так вот стоит. И ты, или ты, даже чтобы стоять на месте, даже как экскалатор, похоже не на гору, а на экскалатор. Велосипед обычно приводит. Да, велосипед. Остановился, упал. Остановился, упал. А я привожу экскалатор, который едет вниз. И тебе для того, чтобы хотя бы оставаться на месте, тебе нужно двигаться со скоростью, равной скорости экскалатора. Ага. И как только ты остановишься, экскалатор тебя тут же везет вниз. Поэтому, а если ты хочешь подниматься, мир инертный, да, идет вниз, как раз к распаду, к смерти. То есть, человек каждую секунду приближается к смерти. Теперь дальше. И тот, кто не добавляет, Исаев, у него закончится. Удело Ярев, Ктала Хаяф. И тот, кто не учит, имеется в виду, не учит Тору и не обучает Торе, Ктала Хаяф присутствует себя к смерти. Значит, здесь надо понять, вообще, зачем Бог создал мир. То есть, если исходить из того, что нет никакой цели утворения, значит, ну, значит, все хаотично, вообще нечего учить. То есть, все хаотично, все случайно, мир возник случайно, все происходит в нем случайно, значит, все, проехали, сиди, надейся на случай. Если же все-таки верить в то, что Бог сотворил мир, если верить в то, что у мира есть цель, то целью этого мира является приближение к Богу и духовный рост, духовное развитие. Теперь, если еврейский народ, он получил Тору, и когда получали Тору, евреи тоже не особо хотели Тору получать. Есть, в Талмуде написано, что Бог над ними поднял гору Синаи и сказал, если вы принимаете Тору и принимаете на себя обязательства, клятву, мне служить, значит, отлично. Если нет, все, конец, я вас всех сейчас уничтожил. И тогда они сказали, на Севене шма, сделаем даже на мне, ну, не важно, что там в Торе, вот это, будем все делать. Это же они до этого сказали. До этого они сказали. А ну, потом тогда, зачем он гору поднял? Я там, ну, Машу спрашиваю. Да. Значит, ну, по факту, что, в тот момент, когда была поднята над ними гора, они пообещали, то есть она, эта гора висит на дереве всегда. Если ты не учишь Тору, то ты присуждаешься к смерти. Все. Быстро она придет, медленно, или это имеется в виду духовная смерть, или смерть физическая. Мы не знаем, потому что смерть, она все время ходит рядом. Но Тора, она, она это называется, про Тору Бог сказал, Эцхаим, или Макзикимба. То есть она древо жизни для тех, кто за нее держится. В Этумхея тот, кто ее поддерживает, Меушар, он счастлив. Он, поддерживающий Тору, будет счастлив. Значит, что имеется в виду? Тот, кто не держится за Тору тогда, это не древо жизни. То есть он не держится за древо жизни, он себя, как бы, обрекает на духовную смерть. Потому что, потому что, ну вот, когда у человека нет духовности, он как будто бы уже мертвый. Он просто, ну, как мясо какое-то, которое вот двигается, подвижное такое мясо, но оно двигается только ради каких-то материальных целей. Значит, Удело Ялев, тот, кто не учит, Ктала Хаяф, он присуждается к смерти. Уды Иштамыш бытага халяв. Тага это корона Тора. То есть здесь идет, смотрите, как идет. Тот, кто гонится за именем, потеряет имя. Поэтому не надо гнаться за именем. Человек говорит, ну, не надо гнаться за именем, я и не буду учиться. Все, проехали. Ну, а зачем мне этот рост? Я скромный. Вот у меня такой, как бы, ну, какая-то такая идея. Думаю, смотри, все равно придем, надо же быть скромным. Надо. Куда надо стремиться? Да никуда не надо стремиться. А, а вот, придешь там в рай, и у тебя там будет плохое дело. Ну, будет, какая разница. Хорошего дело, плохое. Там же нет зависти, там же нету зла, там нету никаких негативных вот этих. Это же рай. Ну, так буду себя в плохом наслаждаться в маленьком уделе. Какая разница, да, что у кого-то, значит, говорится, удло массив и саев. Ты не можешь все равно остановиться. Ты должен расти обязательно. Даже если ты не гонишься за именем, но ты должен все равно расти. Он продолжает. То есть, получается так, тот, кто гонится за именем, потеряет имя. Ну, все, я не буду гнаться за именем. Нет, стоп. Тот, кто не добавляет, потеряет даже то, что есть. То есть, ты должен продолжать расти. Да, я не хочу расти, ладно, я буду стоять на месте, я самый скромный. Нет, тот, кто не учится, кталахаяф, он вообще присуждается к смерти. А дальше идет переход, что если ты все-таки это все осознал, понял, ты начинаешь расти. И в Торе любой, абсолютно любой, может дойти до короны Торы. То есть, корона Торы, она доступна каждому. Мы, в предыдущей Мишне, учители Илели, это были Шмай и Автальон, они были потомки, принявших иудаизм. Раби Атива, потомок, принявших иудаизм. Значит, были, ну, то есть, любой даже, самый простой человек, царь Давид, он был пастухом, и он был там чуть ли, ну, какая-то была такая история своего рождения, бабушка Моавитянка у него была, там, в общем, но, корона Торы доступна всем. Но тот, кто ей пользуется, для своих личных целей, для, для целей этого мира, то есть, он взял корону Торы, и он понимает, как работает мир. То есть, Тора, это тот инструмент, которым Бог сотворял мир. И тот, кто реально понимает, как оно все работает, для него нет вообще никаких тут вопросов, проблем. Он может с помощью Торы решить все земные, заработать деньги, там, захватить власть, там, там такая в Торе сила есть, нереальная сила. Но, тот, кто ей пользуется, для личных целей, халав, он из этого мира уходит. А, поэтому, настоящие мудрецы Торы, которые реально понимают, как все работает, они используют всю свою силу для служения Богу. Теперь, есть, есть три кардинально разных подхода в изучении Торы и в подходе к Торе. Есть подход, это называется, мир Ишив. Мир Ишив, это, это, изучение Торы ради Торы, лишьма. Этот мир вообще не интересует, все идет только ради Улама Ба, ради духовного мира. Весь этот мир вообще ничто. И если мы посмотрим на руководителя мира Ишив, Рафхайм Каневский, Рафшах, Хафецхайм, то мы видим, что у них в этом мире не было ничего вообще. Рассказывают, как один известный фабрикант приехал к Хафецхайму, приехал к Хафецхайму, а у него такой бедный дом, земляной пол, даже стульев нет, скамейки. И он ему говорит, как вы глава мира Ишив, вы самый великий мудрец сейчас в мире Ишив, а как же у вас такая бедность, даже мебели хорошей нет. Он ему говорит, а вот вы приехали в Радино, он жил в Радине, и в гостинице остановились, да, он говорит, да, а вы мебель новую купили? Он говорит, ну нет, у меня есть дом там в Санкт-Петербурге, это вот какой-то супер богатый купец. Он говорит, а что же вы мебель себе не купили здесь в гостинице? Он говорит, ну я приехал на два дня, зачем мне мебель? Ну то есть я же здесь ненадолго, да, а он говорит, я тоже здесь проезд, я тоже здесь ненадолго, а что мне еще мебель тратить время. Рассказывают про другого, то ли Рафштейма, ну кто-то из мира решил, у него такая бедная квартира вообще, ну вот как маленькая там одна-двухкомнатная квартира, даже табуреточки без спинок, и ему кто-то говорит, и такая на двери, а он глава мудрецов, да, у него бумажечка с его именем висит, ему кто-то говорит, повесьте табличку, он говорит, нет, говорит, ни в коем случае вешать нельзя, ученики сказали, давайте мы повесим, он говорит, ни в коем случае, они говорят, почему, он говорит, потому что, потому что, если повесить табличку, будет очень ярко видно, какая дверь уже старая, обшарпана, это не подходит, значит придется, и оно будет все время бросаться в глаза, придется менять дверь, как только поменяешь новую дверь, будет новая дверь, внутри придется делать ремонт, сделаешь ремонт, придется покупать мебель, он говорит, зачем мне весь этот головняк, говорит, пусть висит бумажка, уже меня и так все знают, значит, это мир и ешип, подход все радио ламаба есть подход это сфарадим сфарадим который из вавилона но они пришли как бы из вавилона эта традиция у них подход такой что мудрец торы это царь к нему огромное должно быть уважение раз он царь значит и список равинов самых богатых равинов израиля первых 8 мест мудрецы которые из фарадим да по 200 по 300 миллионов долларов то есть они реально цари к ним приходят за советом он дает совет ему приносят потом он говорит вот вот это здание покупает они покупают купил ему бак занесли там 10 20 30 миллионов долларов все то есть он совершенно спокойно у них называется тарас гулот они знают как работает мир и они там у меня сейчас осталось просто 30 секунд до конца этого урока у меня есть целое исследование на этот счет потому что они это быть юсеф то есть тору который яков второ управление этим миром яков передал ее сэфу и они быть юсеф то есть они пошли от есть но это я когда-то проводил есть микс мира и шив и подхода сфарадим идут а мизрах миксом является хасидут где где соединено лучше оттуда и лучше оттуда да аризаль он был на половину аштинозе на половину сфарадим сфаради он соединил две эти традиции и из десяти самых богатых раввинов израиля 8 это мудрецы сфарадим и двое это рыбы мебельс и рыбы мигура то есть хотим в своем служении они соединяют и понимание как работает мир и отношение к этому миру такое нормальное серьезно и они же они на очень заходят высочайшие духовные уровни и их тора тоже ради улама бар ради грядущего мира поэтому нужно конечно чтобы был шлымут еще раз повторим давайте мишну нагад шма а ватшме гонится за именем потеряет имя тот кто не добавляет к своему росту духовному он падает он потеряет даже то что есть тот то не учится и не обучает вообще в этот момент присуждает себя к смерти не то что он просто выводит себя из-под дерево жизни из-под защиты торы в удаишь тамешь бы так а тот кто использует знание торы говорят это имя есть такое шамом и фураж те кто знают кабалу там массит и так далее но используют это не для служения богу и исправления мира а для служения себе халяв он как бы исчезнет из этого мира из мира грядущего все удачи успехов добавляем учимся и все будет великолепно